Всем привет. Кайани, финский город в Ляни-Оулу к юго-востоку от озера Оулуэрве. Кайани был одним из городов, основанных в 1651 году шведским генерал-губернатором Финляндии переулок Браге. Город назван по реке Кайани. В то время регион Кайну, был важным для производства смолы, получаемой из сосны, а торговля смолой была его основной отраслью. В 1653-1654 годы по решению окружных судов Кайани и Сот Каму было начато строительство дороги между Сирайсниями и Раахе, что значительно улучшило коммуникации в регионе. Во время Северной войны замок Кайани был вынужден сдаться русским войскам. Замок был взорван в марте 1716 года, и с тех пор он разрушен. 17 октября 1808 года генерал Юхан Август Сандель содержал ключевую победу к югу от Кайани под Иесалми во время битвы при Единсальме, когда его армия, насчитывающая всего 1800 человек, победила 6000-ю русскую армию. На восточной стороне реки установлен памятник в честь этого события. Кайани сильно пострадал от голода 1867-1868 годов, который опустошил большую часть Финляндии, но город постепенно восстановился и к концу столетия вырос до более чем 1200 жителей. Ратуша Кайани была построена в 1831 году, бывшая городская библиотека в 1852 году, первая начальная школа Кайну в 1883 году и церковь Кайани в 1896 году. Партизанский полк Кайани. С осени 1917 в Кайани обострилось противоборство между социалистической Красной гвардией и консервативно-националистическим охранным корпусом. Шутскор. В конце января 1918 стал очевиден назревающий в Хельсинки захват власти пробольшевистским правительством. Консервативные активисты в Кайани решили действовать на упреждение. 24 января 1918 года состоялось собрание местных бойцов Шутскора. Было решено сформировать белый партизанский полк для вооруженной борьбы против красных. Начальником штаба стал почтмейстер Теодор Стрюмберг. 21 марта. По другим данным, в апреле. Партизанский полк Кайани был преобразован в 1-й батальон полка Северного Сава и включен в войсковую группу белых Сава. Командование было поручено лейтенантуе. Рихтнеме. Фин. Элджи Рихтнеме. Общая численность формирования достигала 582 человек. Отряд принимал участие в крупных сражениях Гражданской войны, взятие Куопе и Исалми, Выборга. Фин. Руск. Население города выросло в 1960-х годах до 14 тысяч жителей. Промышленное развитие в 1970-х годах и слияние отдельного сельского муниципалитета Каяни Каянин, малой скунтой города в 1977 году привели к росту населения до 34 574 копеек 1980 году. В Олиеке был объединен с Каяни в начале 2007 года. В 2012 году в Каяни произошел разлив нефти. 110 тонн маслянистой воды просочились в реку, и в конечном итоге попали в озеро Оуэрэ. Известные жители. В этом городе родился видный финский военачальник Дидрик фон Эссен. Служил окружным врачом один из выдающихся деятелей финской культуры Элиас Леонрад. Во время Гражданской войны 1918 в Каяни был сформирован белый партизанский отряд, одним из бойцов которого был Урха Кеканен. Население, 1987, 1990, 1997, 2000, 2002, 36-056, 36-428, 36-541, 36-088, 35-842, 2004, 2010, 2015, 35-675, 38-157. 37-714, климат, Янф, Фев, Март, Апр, Май, Июнь, Июль, АВГ, Сен, Окт, Наяб, Дек, Год. Абсолютный максимум Си, 6, 5, 11, 21, 27, 30, 31, 31, 28, 15, 10, 6, 31. Средний максимум Си, 8, 7, 1, 5, 12, 18, 20, 17, 12, 5, 2, 7, 5, 3 десятых. Средняя температура Си, 10, 9, 6, 0, 6, 12, 16, 14, 8, 2, 2, 7, 3. Средний минимум Си, 14, 14, 10, 4, 2, 8, 11, 9, 5, 0, 6, 11, 2. Абсолютный минимум Си, 41, 37, 35, 25, 11, 3, 3, 3, 7, 22, 26, 35, 41. Норма осадков, ММ, 19, 19, 19, 16, 23, 39, 43, 47, 29, 31, 24, 21, 330. Экономика. Деревообрабатывающий завод лесопромышленного концерна АПМ в июне 2012 года был продан другому собственнику в связи с чем избежал закрытия и расформирования. С сентября 2013 года оптовый магазин Кадентуку в Каяне стал принимать ко плате кроме евро также и российские рубли. Кроме этого в городе действуют несколько гидроэлектростанций. Старейшими из них являются Амакоски, 1917 год, и Кайвукоски, 1943 год. Печатные издания. Газета Катисютаплас, выходящая в Каяне как на финском, так и на русском языках, в 2012 году получила специальное разрешение на распространение своей продукции в России, в городе Костомукша. Ранее ввоз печатной продукции через мап Вартиус из Финляндии в Россию был запрещен. В настоящее время 10 тысяч. Экземпляров газеты бесплатно распространяются в России. Культура. В 1604 году шведский король Карл IX приказал построить в городе Каяне крепость. Кайниберг был нужен Швеции, чтобы укрепить свою власть в регионе Кайну, перешедшему под власть шведской короны в 1595 году по Тявзинскому мирному договору. В 1700 году началась Великая Северная война, и в 1712 году Каяне и окружающие деревни были сожжены. В 1715 году русские войска окружили замок и потребовали его сдачи, но были вынуждены были отступить. Полгода спустя генерал Ф. Г. Чекин вернулся с 4000 солдатами и снова окружил замок, который оставался в осаде 5 недель, пока Йохан Генрик Фиан 24 февраля 1716 года не был вынужден сдаться. В марте 1716 года генерал Чекин взорвал замок. В 1831 году была построена городская ратуша. Она является старейшим зданием в центре города. После реставрации ратуши в ней разместились офисы и туристическое информационное агентство. В 1835 году было завершено строительство единственной в провинции усадьбы Каролине-Бург. Она была построена Фредриком Каламниусом, в то время судьей Каяне. Своё название усадьба получила в 1987 году по имени нового собственника здания. В настоящий момент она используется как гостиница и ресторан. Главное здание было реконструировано в 2014 году, реконструкция пристроенных корпусов продолжается. Музей. Город является крупным культурным центром. В 1930 году в городе открылся областной музей Кайну. Он представляет историю и культуру провинции Кайну и историю города Кайани. На выставке представлено использование древесины, производство и транспортировка смолы, жизнь Неллиаса Леонрата, военная история района и жизнь старого города Кайани. В музее Кайну также имеется коллекция из 306 тысяч фотографий, различные архивные материалы и справочники. Крестьянский музей был открыт в 1991 году и представляет собой небольшую деревню, созданную из деревянных строений, перенесенных сюда из разных частей провинции. Более 30 зданий и сооружений в музейной зоне иллюстрируют населенные пункты и дворы на рубеже 19 XX веков. В музее около 4000 предметов. Музей открыт в летние месяцы. В 1993 году в старом здании полицейского участка города был открыт художественный музей. Коллекция музея, это в основном финское искусство 1980-х и 1990-х годов. Она представлена в нескольких общественных пространствах города. Религия. Церковь преображения Господня в Кайане. Первая церковь Кайане была построена в 1656 году и просуществовала в течение 60 лет. Вторая церковь возведена в 1735 году и прослужила 160 лет. Нынешнее здание было построено в 1897 году и представляет образец деревянного зодчества в стиле неоготики. Старейшим сохранившимся религиозным зданием в городе является церковь Полтаниями, в деревне Полтаниями, которая ныне входит в городскую агломерацию. Первое здание было построено в 1556 году, а нынешний храм был сооружен в 1726 году. На территории деревни Вуэлияки, входящей в состав города, расположена единственная каменная церковь в провинции Кайну, церковь Вуэлияки. Она была построена в 1906 году. В настоящее время храм вмещает 420 верующих. Для окормления православной общины в городе находится церковь Преображения Господня, построенная в 1959 году по проекту архитектора Илмари Аханена. Внутреннее убранство церкви выполнено в стиле византийской храмовой традиции, фрески покрывают стены от пола до купола. Над росписью церкви более 17 лет работали наиболее известные в Финляндии иконописец Петрос Сосаки и Киприот Алкивиат Кепалис. Эту церковь иногда называют византийской жемчужиной и считают одной из самых красивых в Финляндии. Спорт. Ледовая арена Кайани. В городе расположен один из старейших центров по прыжкам с трамплина Вимпелинвара. Он был построен на одноименном холме в 1934 году. Дважды принимал чемпионат Финляндии по лыжным видам спорта в 1959 и 1970 годах. В 2017 году самый большой трамплин К-60 был снесен. Малые трамплины будут реконструированы для дальнейшего использования. В 1989 году в городе был открыт Ледовый дворец Каяни. Он является домашним стадионом для команды по хоккею Каяни Хоки. Существует с 1968 года. Которая выступает в третьем по уровню дивизионе Финляндии. Вместимость арены составляет 2372 зрителя. Каток используется для проведения тренировок и соревнований по хоккею, фигурному катанию, хоккею с мячом, а также для массового катания. В 2001 году был открыт спортивный парк Каяни. Тогда было сооружено песчаное бейсбольное поле, которое стало домашним для женской команды Каяни Палакера. В 2006 году по программе UEFA Head Trick было создано футбольное поле с трибунами общей вместимостью 800 зрителей. Оно стало домашним сразу для трех футбольных команд. Одним из первых видов транспорта в городе стал водный. Так, в 1836-1845 годах, был построен Смоляной канал. Он был необходим для обеспечения транспортировки гудрона из Северной Финляндии. Канал функционировал по 1915 год, после чего был восстановлен только в 1984 году. В настоящее время он является единственным функционирующим каналом для транспортировки смолы в мире. В 1905 году в город была проведена железнодорожная ветка длиной 83 километра от города Иисолме. Здание вокзала было спроектировано Густавом Нюстрёмом. Это здание в стиле модерн часто называют самым красивым вокзалом Финляндии. В 2005 году пути были электрифицированы. Продажи билетов на станции. Прекратилось 2 августа 2014 года, но на станции есть билетный автомат. В 1957 году в 7 километрах от центра города был открыт аэропорт Каяни. Он располагает взлетно-посадочной полосой длиной 2,5 километра с асфальтовым покрытием. Пассажиропоток на 2011 год составил 78 тысяч человек. Города Побратимы. Россия Ростов-на-Дону. Россия Сегежа. Соединенные Штаты Америки Маркет. Венгрень Еритхаза. Германия Швальм Эдер. Швеция Эстерсунд. Китайцы Зюцзян. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения и удачи. Продолжение следует. Продолжение следует...